Привет, друзья! Если природа наделила вас короткими пальцами, не отчаивайтесь. Сегодня я помогу вам не только морально, но и советом, как играть. Также на электрогитаре, как это делают люди и с длинными пальцами. Люди с пальцами покороче, чем у остальных, считают, что некоторые вещи на гитаре им просто недоступны. Да и к тому же люди с пальцами покороче тратят время на совершенно ненужные вещи, например, на поиск гитары с грифом поуже. На самом деле, слишком короткие пальцы при игре на электрогитаре — это миф. Да, действительно, есть некоторые позиции на классической гитаре или при игре некоторых, повторюсь, джазовых аккордов, где, возможно, нужны пальцы подлиннее. Но что касается остального, не бывает людей с настолько короткими пальцами. Сегодня мы развеем этот миф, и я покажу вам, почему именно вам кажется, что ваши пальцы недостаточно длинны, и покажу вам, естественно, как это исправить. Это не какая-то высосанная из короткого пальца абстрактная вещь. Я постоянно сталкиваюсь с этим вопросом у студентов, читаю об этом в комментарии, так что пришло время взяться за пальцы. Но даже если вы не считаете себя краткопалочником, обязательно посмотрите это видео, потому что ошибки, которые я разберу здесь по левой руке, они актуальны вообще абсолютно для всех гитаристов и мешают им играть красиво и свободно. Такая техническая проблема — одна из многих, которые могут докучать вам при игре на электрогитаре. И все эти технические проблемы мы помогаем решать вам на нашем марафоне «Рок соло от Ада Я» за 16 недель. Остается лишь пара дней до конца набора на этот марафон. Ссылка вам будет предоставлена в описании к этому видео. И вот QR-код. Подробнее о нем я расскажу внутри видео. Ну а пока поехали! Итак, друзья, в первых строках надо убедиться, прежде всего, что вы сидите правильно с гитарой. Я сейчас объясню почему. Если вы сидите с гитарой некорректно и прижимаете ее слишком к себе, вот таким вот образом, помимо того, что вы напрягаете вашу правую руку, сейчас речь идет не об этом, вы значительно укорачиваете руку вашу левую. И она у вас получается такая, как у тираннозавра Рекса. И, соответственно, когда вы берете в руку гитару, что происходит с вашей левой рукой? Она не помещается, и вам приходится брать гриф вот таким вот образом. Видите, это выглядит даже некорректно, это выглядит неприятно. Ваша левая рука должна выдаваться вперед вашего корпуса, то есть ваш локоть должен быть чуть-чуть впереди вашего бока. И при рок-н-ролльной постановке вашей левой руки выглядит так, как будто вы с кем-то вот таким вот образом здороваетесь. Вы же не здороваетесь вот так. То есть у вас в левой руке происходит так называемая супинация. То есть здесь есть такой натуральный сгиб. Вы можете себе напомнить таким образом, вот как вы держите кружку пива. Представьте, что вы держите ее левой рукой. Вы же не держите ее вот так. Вы держите ее вот так. И так держится ваша левая рука. То есть нажмите на попу вашей гитары, ваш гриф отъедет вперед, и вы его возьмете как ружье. И таким образом ваша левая рука выйдет вперед. Соответственно, когда вы его прижимаете к себе, чтобы посмотреть, что вы там зажимаете. Видите, вы укорачиваете вашу левую руку. И таким образом, как я и сказал, рука становится вот такой. Как это преодолеть? Первое. Наклоните вашу гитару чуть-чуть вот так, чтобы она была под скос к вашему туловищу. И таким образом, вам глазам открываются все лады сверху. И тогда вам не надо вот так заглядывать. То есть гитара не должна быть строго перпендикулярна полу. Тогда вам ладов не видно, и вам действительно приходится вот так вот делать. То есть у вас первое движение. Что там происходит? Что же там происходит? А этого не должно быть. Вот. Поэтому выведите левую руку вперед. И далее. Как должна лежать ваша левая рука? Вторая часть. Просто держите здесь гитару плотно. И просто повесите большой палец на гриф. То есть у вас вся тяжесть плеча и локтя левой руки висит именно на большом пальце. Это первое. А вторая ошибка, когда вы начинаете делать вот так, прижимаете ладошку к основанию грифа. Не надо так делать. Потому что вы тянетесь ладонью, а не пальцами. Что надо делать в отличие от этого? Вот вы повесили все на большой палец, прям бросите плечо. Все у вас висит на большом пальце. И вот эту часть указательного пальца прижмите к грифу снизу. И у вас гриф становится вот в таком вот замке. И это правильно. А далее, смотрите, вы не тянетесь, как я сказал, основанием ладони. Потому что вы делаете это вот так. И что у вас получается таким образом? Ваши пальцы укорачиваются. То есть вы делаете их короче самостоятельно. Когда у вас все висит на большом пальце, вы поджали указательный палец вот так. То есть он получается у вас фактически касается вот этой части, вот этой косточкой основания грифа. И смотрите, теперь поставим нашу рок-н-ролльную позицию. Пятый лад второй струны, восьмой лад второй же струны. То есть это основная позиция, так называемая расширенная, при которой у вас как раз не хватает растяжки. Смотрите, если вы укоротите руку, то есть я сейчас начну гриф прижимать к себе, подводить к себе. И видите, что получается у меня? У меня эти пальцы вот так вот загибаются. И они становятся по длине вот такими. А когда у меня гриф отведен, все правильно поставлено, я фактически удлиняю длину пальцев на основании ладони, на вот эту часть. То есть они у меня становятся длиннее. Вот в чем, друзья, секрет. То есть ваши второй и третий палец, средний и безымянный, они как бы относительно грифа направлены под углом 90 градусов. Ну примерно. Понятно, что там 85-80. Таким вот образом. Как только они у вас вот такие вот плоские, это значит, что вы всю руку вот так вот убрали под гриф. И я как сказал, у вас вот пальцы вот такие. Вот это пальцы действительно короткие. Вот так, ну практически ни у одного человека таких нет. Поэтому вешаем, прислоняем и тянемся к нашим ладам именно пальцами, а не ладонью. А сейчас, друзья, на примере пару ликов мы потренируемся с вами, собственно, делать правильно вашей левой рукой. Потому что как раз на примере таких вот ликов у вас и могут возникать проблемы, ложные проблемы, повторюсь, длиной ваших пальцев. И, кстати, вот эти два лика, две фразы, которые мы сыграем, они звучат в первом тренировочном соло, учебном соло нашего рок-марафона. Давайте сыграем наш первый лик. Ну, стандартный рок-лик. Смотрите, не тянемся, как я сказал, основанием ладони. То есть первое у вас эти три ноты и срыв. То есть, смотрите, если у вас пальцы укорочены, они уже не достают до восьмого лада, и у вас проблемы с этим пол-оффом. А когда вы их удлинили, у вас свободно выходит пол-офф. Главное, не забывайте, что пол-офф мы сдергиваем не сюда, а мы сдергиваем его вниз. Прямо в пол. Вот ваше движение. И именно пальцем. То есть не делайте пол-офф кистью, потому что вы нарушите вашу позицию. Смотрите, что мы делаем дальше. Мы делаем бенд. Смотрите, когда мы делаем бенд, у нас рука идет сюда, вся кисть. А вот когда мы его опускаем, она обязательно должна вернуться обратно. Потому что, посмотрите, если вы оставите руку здесь, все, ваши пальцы ушли под гриф, опять же, они укоротились. Поэтому вот ваш бенд. Повернули руку, вернули ее обратно. Прямо чтобы у вас большой палец щелкнул. Шлепнул, точнее, по грифу прям так вот сверху. Вы можете делать это движение подчеркнутым первое время, чтобы почувствовать именно, что вы закрываете руку на замок. Опять же, тогда вы сможете спокойно делать этот срыв. И здесь вы делаете вибрато. Вот, основные постулаты того, что мы здесь делаем. Правильно ставим руку, отводим гитару, гриф гитары от тушки, как будто мы держим ружье. Тянемся только пальцами, не ладонью. И у вас все получается. То есть, еще раз, пальцы должны быть вот такие, а не вот такие. Что ж, друзья, как вы видите, все мы хотим отдаться целиком и полностью музыке, когда мы играем наши импровизации и соляки, которые мы заранее заготовили или выучили. Но такие вот технические проблемы обескураживают нас и делают игру неприятной, грязной, и нам лишний раз не хочется садиться играть на нашем инструменте. И подобные технические проблемы могут быть не только с короткими пальцами, но и с правой рукой. Вы не попадаете по тем струнам, которые запланировали. Это могут быть проблемы с бендами, вы просто не попадаете в ту ноту, в которую хотите. Проблемы с фибрадой и так далее. Очень много технических проблем. И самое главное, все эти технические проблемы являются так называемой слепой зоной. То есть, вы понимаете, что происходит что-то не то, но вы даже не понимаете, почему это происходит. Вам просто кажется, что вы не так давно играете на гитаре и должно быть все неудобно. На самом деле, все должно быть удобно при правильной технике. Как раз один из разделов нашего рок-марафона, рок-импровизации за 16 недель, целиком и полностью посвящен технике. Естественно, в этом марафоне есть и куча других модулей по характерным гаммам, с помощью которых вы играете рок-соло, характерным ходам и так далее. Но технике мы тоже уделяем большое внимание, потому что, как вы видите, если у вас техника неправильно стоит, то вы ничего не сможете сыграть, какие бы удивительные гаммы вы не знали. А правильной вашей техникой становится именно за счет того, что лично я проверяю ваши домашние задания и указываю вам на те, о которых я говорил ранее, слепые зоны, о которых вы даже и не подозреваете. Таким образом, от недели к неделе нашего марафона ваша техника растет, играть вам все свободней и приятней. Как я говорил, остается уже меньше двух дней до конца нашего набора, а следующий рок-марафон будет не ранее, чем через год. Так что, если вы хотите включить абсолютно любой байкинг-трек в любой тональности, в любом груве и запилить собственную импровизацию, то проходите по ссылке в описании или по QR-коду и встретимся уже внутри марафона. А мы закрепим всю ту информацию, которую мы получили и перейдем ко второму лику. Как я говорил, второй лик тоже у нас присутствует в первом учебном соло. Звучит он так. Итак, друзья, смотрите, в чем базовая проблема вот таких вот ликов. Вы уже поставили руку, все правильно сделали, потянулись не кистью к основанию грифа, а дотянулись пальцами. И вот у вас первый бенд. И вот вторая нота, пятая ла второй струны. Что происходит у большинства гитаристов, когда они играют подобного рода фразы, а их очень много, поверьте. Мы играем так. И все, у нас уже длинные пальцев не хватает. Смотрите, почему это происходит. Потому что, как и в примере предыдущего лика, вы не возвращаете вашу руку в положение, которое должно быть после бенда. То есть вы играете бенд. И вот этой завернутой рукой играете следующую ноту. Так не должно быть. То есть вы одновременно с тем, когда берете вторую ноту, вы руку разворачиваете обратно. А дальше у вас перекат. И вы свободно дотягиваетесь третьим пальцем до восьмого лада. В отличие от... У вас уже и на перекат-то не хватит. И, соответственно, до вот этой вот ноты. А когда вы четко выполняете первые два движения... Поэтому стоит вообще-то поотрабатывать бенд обратно. И переход на вот эту вот третью ноту. То есть здесь ключ уже не только в постановке, а в обратное возвращение в эту постановку после бенда. Фраз, когда у вас звучит бенд... В рок-соло бесчисленное множество. И здесь не метод брать вот эти ноты мизинцем. Мизинцем можно брать, но все равно он будет такой же укороченный. И ваши срывы будут звучать примерно таким образом. Так что после бендов возвращайте вашу кисть в исходное состояние. Ну и что ж, друзья, наша еженедельная рубрика. Напишите кодовое слово в комментарии. И мы восхитимся, что вы смотрите наши ролики от начала до конца. Сегодня это будет не одно слово, а целое сочетание слов. И раз уж урок был такой серьезный, давайте немножко развлечемся. И пишите в комментариях, размер не имеет значения. Вот, я вам на протяжении урока объяснял, почему это так. И я надеюсь, у вас это отложится в голове и в руках. Пишите, если вам это помогло. И пишите, размер не имеет значения. Ну что ж, друзья, теперь, когда ваши пальцы просто несоразмерно длины, давайте поиграем и немножечко соло. Вот вам видео для этого. Субтитры сделал DimaTorzok